Здорово, YouTube! Сегодня вы точно увидите то, что никогда не видели и никогда не слышали. И это будет круто и оригинально. То, что это динамик, знают даже детсадовские школьники. А то, что это вентилятор, они тоже знают. А еще у меня есть вот такая баночка. Нет, нет, не для анализов. И как вы думаете, чем отличается динамик от вентилятора? Правильно, вентилятор вертится и дует, а динамик просто звучит. Звучит звуками, которые на него подаются с усилителя или с телефона. Но можно ли сделать динамик из обыкновенного вот такого вот феновентилятора? Да-да. Ах, да, вы заулыбались. Вы же знаете, что в детстве многие из вас проводили эксперименты с папиной бритвой или же даже с утюгом. Ну, с электробритвой я имею в виду. И подумали наверняка, что сейчас я разберу маленькую какую-нибудь машинку, засуну в эту баночку моторчик и будет типа динамик. Увы, нет, этим я уже наигрался. Это мне уже не так интересно, а вам я покажу кое-что, особенное, кое-что более прикольное. Но, чтобы сделать из вот такой вот штуки динамик, увы, тот самый прикол, когда по проводам идет просто звуковая частота, этот штук вам звучать не будет. И звучать он не будет не только потому, что там нет коллектора так называемого, а потому что там еще торчит конденсатор и микросхема, и имеются две катушки, которые совершенно не желают, кроме как вращать эти лопасти, а звуки всякие издавать. Поэтому засунуть вот такой вентилятор в такую баночку вам не удастся. Но все-таки и вентилятор, и баночка здесь как раз к месту. Для начала, чтобы нам сделать динамик из вот такого обыкновенного вентилятора, надо его, конечно, разобрать. Вот эти вот лопасти взять и снять, а потом еще и вытащить микросхему. Как разбираются такие вентиляторы? Да, ребята, точно знаю, не у всех они разбираются, и не многие могут это сделать. Но кое-кто есть, кто и кто даже сознался в том, что когда я разобрал такой вентилятор, не разломав его на запчасти, оказывается, я это делать умею. Ну ладно. Чего уж греха таить. Надо просто вот потянуть очень сильно и вытащить вот эту штуковину, предварительно, конечно, убрав отсюда шпоночку. И вы увидите вот это. Я очень тщательно готовился к этому ролику и уже все заранее разобрал. Теперь на этой плате не осталось ничего, кроме четырех катушек с дыркой посередине. Да, лопасти я оторвал, микросхему отпаял, конденсаторы убрал, и остались вот такие четыре электромагнита. В принципе, эти катушки как раз и могут помочь нам зазвучать кого-нибудь. Можно было просто воспользоваться катушками и какой-нибудь железякой. Но интереснее же делать прямо из вентилятора, поэтому лопасти нашего вентилятора я тоже в дело запустил. Если кто не знает, то вот здесь вот есть ось, а вот здесь вот такой вот кольцевой магнитик. На палец он, конечно, не налазит, но магнитится хорошо. Именно благодаря ему мы будем слушать звуки. Слушать звуки от вентилятора. Как известно, любая звуковая колонка, даже такая фэншуйная, как у меня, должна иметь корпус. Именно для этого мне и понадобилась вот такая баночка. Баночку легко вскрыть, и если у вас баночка по размеру, то в нее влезет вентилятор. У меня, правда, вентилятор слишком большой, и в банку он не влазит. Поэтому я взял вентилятор поменьше, а банку взял побольше. Вот в такую банку из-под селедки у меня все хорошо уместилось. Тем более, что сердцевина-то вентилятора, вот она. А вот сам, сами лопасти, сам фэн, я приделал к крышечке. Ну, конечно, не вот к этой крышечке. Крышечку мне пришлось немножечко модифицировать. Применить свою смекалку, с помощью паяльника наделать в крышечке дырочек. А еще с помощью сопливого клея и винной пробки закрепить вот эту вот штуку на вот этой вот штуке. Это есть крышка, это есть пробка, это сопливый клей, а это есть лопасти вентилятора. Вот, вот теперь уже это похоже почти на самый настоящий динамик и даже на колонку. Ну что, по-моему, очень красиво смотрится и пора эту штуку взять и запустить. Эта обмотка намотана по принципу обмотка китаянка и имеет три отвода, то есть есть отвод от средней точки. Общее сопротивление этих катушек 120 Ом, половина это 60 Ом. 60 Ом для наушника, для телефона и для динамика вполне нормально, то есть эдакий высоколомный динамик. Но будет ли эта штука звучать и играть, это мы сейчас узнаем, увидим и проверим. Я подключил телефончик вот этим проводам, которые идут прямо от вот этой вот катушки. И мы слушаем музыку. Слушаем ее со всех сторон. И теперь давайте немножко поэкспериментируем. Играет сельдевая банка и вентилятор. Вот такая незамысловатая мелодия. Зажимая этот динамик, я практически не меняю его громкости. Вот только если сниму полностью крышку. Вот приподнятая крышка играет гораздо громче и веселее. Играет со всех сторон. Что отсюда, что отсюда, что отсюда. Вот такая прикольная развлекающая самоделка получилась у меня сегодня на моем кухонном столе. Вам желаю хорошего настроения и до следующих встреч.